друзья всем привет хочу рассказать сегодня о своем опыте эксплуатации печи от термофор огонь батарея эксплуатировал я ее в течение трех лет я и недоволен скажу сразу а почему я сейчас расскажу вот такая печь печка наша едет в металлолом вместе с другими железками которые я решил сдать перед зимой в металл значит смотрите приобретал ее в четырнадцатом году но дата изготовления 13 но я брал зимой 14 лет она у меня стояла и в четырнадцатом году она была установлена в гараж то есть отработал 3 отопительных сезона в прошлом году я ее восемнадцатом году осенью ее поменял топил месяц замучился оплевался и заказал новую печь значит что они можно сказать но единственное преимущество это такой вот гламурный симпатичный внешний вид вот еще одно преимущество это вот задний дымоход ну труба вот этот шибер шибером а позволяет установить выход из печи вертикально или разворачивается и горизонтально здесь было две чугунных комфорки которые самого начала подымливали и где-то через полгода когда вот это вот верхняя полка деформировалась и у них появился зазор в 3 миллиметра по бокам вот это чугунный диска чугунного да мне пришлось заварить вот такие металлическими пластинами все это дело потому что дымила она нещадно дымоход для этой печи был устроен исходя из требований в инструкции по высоте все как положено единственное что у меня значит горизонтальный участок и выход вот этот видите да из гаража что ухудшает тягу но он был нивелирован за счет высоты вот этой рабочей части то есть по расчетам там все у меня проходила как бы диаметр 120 но несмотря на это вот в промежуток между вот этой вот полкой и комфорками иногда выходил дым так что еще я могу сказать далее начались сюрпризы первый же год я не мог понять захожу гараж и пахнет дымом в общем и здесь я не смогу наверно показать я покажу изнутри в общем конструкции этой печи вроде бы сделано по уму видите такой вот у меня здесь поддон чтобы не прогорали стенки как бы колось колосник чугунный но вот заводские швы еще остались вот вы видите такое впечатление что она сваренная из кусков я не понимаю зачем эти разрезы нужно было делать внутри этой печи вроде бы она не какой-то там сверх естественно сложной формы но в общем она начала у меня трещать по этим сварным швам заводским и где-то пару раз за отопительный сезон мне приходилось ее очищать значит и заваривать я надеюсь видно вот все практически швы кроме крайних вот к двери и тех вот двух дальних я варил по нескольку раз за сезон тут уже живого места на них не осталось и можно видеть что ну и не знаю нам не видно стенки все деформированы этой печки ну то есть сталь тонковата для нее оказалось вот но то что тут с отбойником огня стало это всем тут видно да я думаю вот в общем это не проблема с отбойником проблема вот в том что она вся разъехалась по швам по швам которые зачем-то здесь вот сделали конструктора я не знаю может быть но вот эта рубашка до конвекционная она могла бы наверно как-то может быть это она так приварена здесь да то есть но можно было как-то ее закрепить по-другому зачем нужно было создавать столько очагов напряжения в топке непонятно мне и естественно по всем этим очагам напряжения она пошла трещать и только я вот ее заваривал да на каком-то шве и через какое-то время меня лопалось рядом ну соответственно любой сварочный шов это напряжение металла и рядышком где тонко там рвалось и я вот ее рядом завариваю и она еще дальше рвется рядом завариваю и она дальше рвется в общем я так мучился три года и понял что все больше мне уже терпения не хватает я ее заменил на другую печь из газовой трубы с толщиной стенки 8 миллиметров пока сезон отработала я более чем доволен так что вот такая печь замучила на меня лена не даст соврать как я психовал вот видно там вот где на рубашке на этой конвекционной ржавчина это все места сварки и она вся вареная переваренная вот там видно да толщина металла не знаю какая она тут сейчас померяем как там не подлезаем здесь три с половиной наверно 3 так что такая печка не знаю я недоволен может быть у кого-то есть положительный опыт эксплуатации но у меня что-то как с ней не срослось хотя справедливости ради нужно сказать что другая печь от термофора с водяной рубашкой это у нас как он по типу бутакова студент гидравлик работает у нас в жилой части дома столько же времени уже будет 4 топительный сезон тут вот фу не сглазить пока все нормально мы ей довольны а вот что-то с этой какие-то проблемы у нас были постоянно сейчас у нас гараже вот такая печка нам она нравится это банная печь и вот такой диванчик кстати это банная печь значит не не без косяков конечно у нас без косяков не производит ничего вот короб под этот зольный ящик из тонкого металла и он деформировался так что зольный ящик не передвигался но с помощью автомобильного домкрата я эту неисправность устранил еще конечно претензии к производителю так как обещал он изготовить ее в определенный срок этот срок превышен был в два раза и интерес к нам как потребителю пропал с того момента как были перечислены денежные средства на их карту но эта ситуация повсеместно удивляться не стоит такой вот специфический у нас рынок в россии ничего ничего страшного мы уже привыкли а так принципе более чем устраивает печка хорошие 8 миллиметров труба основная топка вот корзина под камни которые накапливают тепло и потом постепенно остывает дают гараж не пожалел о приобретении все на этом подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки задавайте вопросы если кому-то что-то интересно спрашивайте всем пока всем всего хорошего